В торжественной церемонии освящения приняли участие глава Десногорска, руководство управления Федеральной службы исполнения наказания по Смоленской области, сотрудники колонии, осужденные, а также представители Смоленской атомной электростанции, при поддержке которых и стало возможно строительство храма. Сегодня знаковое событие как для учреждения, так и, соответственно, я думаю, что для муниципалитета, потому что на территории Десногорска появился очередной храм. Появление этого храма, участие в появлении этого храма принимали много организаций. В первую очередь, конечно, большое спасибо концерну «Росэнергоатом» Смоленской атомной станции, которые выступили инициаторами и приняли самое активное участие в строительстве данного храма. Поэтому, я думаю, что пользу он принесет очень большую, в том числе и тем людям, которые здесь находятся. Совершив чин освящения, владыка возглавил божественную литургию, после чего все желающие, в том числе и осужденные, причастились таинством Христовым. В своем заключительном слове архиепастырь отметил, что появление в исправительной колонии храма обязательно поможет сделать первый шаг на пути к Богу тем, кто этого еще не сделал. Здесь сегодня мы с вами, которые присутствуем на этом великом действии, которые совершаем это освящение, не только священники в алтаре совершающем, но и везде присутствующие, мылящиеся вместе с нами. Мы совершаем великое действие, вот в этой молитве мы просим Господа, чтобы Господь всем здания сие соорудившим, храм сие устроившим, чтобы Господь дал оставление грехов, прощение всех беззаконий. Я в это святое верю. О необходимости появления храма в исправительном учреждении говорил, в свою очередь, и начальник УФСИН по Смоленской области подполковник внутренней службы Алексей Баранов. Храм позволит отбывающим здесь наказания, а также и сотрудникам, участвовать в богослужениях, совершать церковные ритуалы, тем самым подтвердит их свободу вероисповедания, которая закреплена у нас конституционно. Отбывающие здесь наказания уже совершили в своей жизни. Храм и вера в Бога позволят им осознать эту ошибку, а также стать добрее и чище. Владыка Милетий поздравил руководство уголовно-исполнительной системы региона и учреждения со знаменательным событием и вручил начальнику колонии поселения номер 5 Александру Филимоненкову, а также сотрудникам Смоленской АЭС, которые принимали непосредственное участие в строительстве храма, архиерейские грамоты. Богослужения в храме в честь иконы Божьей Матери – нечаянная радость. Начнутся уже в этом месяце и будут проводиться регулярно.